Хлеб Божий Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни, отцы ваши ели манну, в пустыне умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Я вас приветствую, друзья. Мы будем жить вечно, потому что мы едим этот хлеб. Мы едим хлеб, шедший с небес. Вы знаете, Христос сказал, «Я этот хлеб». Он поделился с нами своей жизнью так, что отдав ее на все века, и мы сегодня можем быть телом, о чем мы стали рассуждать с вами в прошлый раз, телом Христа на земле. И если Христос отдал себя для того, чтобы его ели, как вы думаете, что он своему телу предложит? Такой вопрос, да? Он предложит, чтобы нас тоже ели. Не в смысле съедали, а в смысле пользовались тем, чем мы уже богаты. Да, у Бога есть ответы на все вопросы. Но есть ли ответы на все вопросы сегодня у церкви? Сказать, что есть, я бы еще пока не сказала, но они должны быть. И это то, что Бог предназначил. И в связи с тем, что если 5% только знает о своем призвании, то ответов сегодня можно долго ждать и не дожидаться. Потому что человек, которому предназначил Бог, быть проводником его ответа для кого-то в его призвании, он еще свое место не нашел. И когда мы с вами обнаруживаем вот это пустое место, которое мне принадлежит, и мне надо его занять, как живому камню, устроясь из себя, вот этот дом духовный, священство святое, и я его занимаю, эту нишу, то в таком случае начинает функциональность тела увеличиваться. А значит и ответ на запросы общества в теле Христовом, как в церкви, возрастает. И тогда мы сможем реально с вами не только теоретически, практически, увидев больного сказать, я имею что дать тебе, встань и ходи, слепому, прозрение тебе, алкоголику, сказать, свобода тебе от рабства алкоголя или наркотиков. Друзья, за этой свободой стоит слово власти, когда мы будем произносить или уже произносим. И вы знаете, что Иисус Христос, ходя по этой земле, если мы его тело, нам надо увидеть, чем он занимался. А что делал Иисус, когда он был здесь? Давайте вспомним как минимум четыре момента. Первое, он проповедовал. Второе, учил. Третье, исцелял. Четвертое, освобождал. Что осталось из этого в церкви современной? Проповедовал и учил? И большинство на этом... Стоп. И говорят еще более того, что все закончилось уже там, вот две тысячи лет назад, и поэтому сегодня мы можем, конечно, на что-то рассчитывать, а вдруг что-то случится. Друзья мои, я хочу понять, что программа Христа у тела Христа осталась. Иисус сказал, я пришел разрушить дела дьявола, и он предлагает нам сегодня не сотрудничать с болезнью, а разрушать ее основания, не давать ей права оставаться на территории нашей жизни, потому что у нас есть эта привилегия сегодня сказать, Господь, а я не только хочу проповедовать Евангелие, я не только хочу учить о твоих откровениях, а я знаю, что мне принадлежит исцеление, мне принадлежит освобождение. И поэтому, друзья, мы сегодня должны разобраться с паром моментов за это служение. Давайте вспомним момент Соломона, жизни Соломона, когда он сделал и золото, которое он добывал, золото, которое ему царица Савская привезла. Он сделал множество щитов и поставил их в храме. 200 щитов больших и 300 маленьких, но маленький щит состоял из трех мин золота. Это очень большой щит по количеству золота. Три мины. Если помните одну мину, которую был должник, один должен, так это миллиарды стоит сегодня. То есть, если мы посмотрим, что осуществлялось во дни Соломона, когда он принял мудрость и помазание от отца, благословение от отца, он снабдил храм, он дал Богу честь и сказал, вот это принадлежит тебе, я тебе это отдаю. Во дни Рваама, его сына, произошло что-то, как раз о чем я сейчас хочу с вами и поговорить. На пятом году царствования Рваама Сусаким, царь египетский. Обратите внимание, египетский царь это олицетворение или это прообраз греховного мира. Вышел против Иерусалима и взял сокровища Дома Господнего и сокровища Дома Царского. Все взял, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон и что сделал Рваам? И сделал царь Рваам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя. Когда царь выходил в Дом Господен, телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей. Скажите, стоили медные щиты вот такой охраны? А почему сделал их Рваам? Потому что подлинность потерял, украли, унесли. Подлинности не осталось, поэтому надо хотя бы видимость создать. И пусть вот эти медные щиты и носят перед всем царством, показывают, щиты есть. Я сейчас хочу показать эту параллель, которую вчера мне Господь этим словом сказал. Вот что происходит сегодня в церквях. Подмена. Но это так важно представляется. Это так важно показывается. Смотрите, друзья, теологи вот это продумали, вот это продумали. Да нам нужна сейчас теология, как хорошо, что она была, но нам надо сейчас откровение свыше, без которого народ не обуздан. Друзья мои, откровение свыше, это то, что делает нас целеустремленными, пониманием, куда идти, что делать. И если вы сегодня в течение недели действительно были послушны и повторяли вот эту молитву, «Господь, дай мне быть частью Твоего тела, дай мне быть частью, здоровой частью Твоего тела», то Господь имеет в виду отвечать на эту молитву. А если вы этого еще не делали, а просто присутствовали и слышали, что вам это предложили, друзья мои, давайте перестанем быть просто прихожанами, давайте перестанем быть просто слушающими, а быть исполнителями, вот что Бог от нас ожидает. И когда мы исполняем то, на что соглашаемся, Он имеет в виду нам отвечать. И тогда, говорит, мое тело начнет оживать, не будет подмены вот этого медного щита, когда поклонение, это не представление, друзья, и здесь есть подмена. Представлением заменили поклонение и прославление Бога. Я желаю, чтобы мы с вами были в числе тех, которые каждый раз, когда мы сюда приходим, поклонялись Ему. Поклонялись Ему. Слава Богу за группы, которые у нас есть, они вводят нас в это поклонение. Друзья, но если нам самим туда не входить, мы будем просто зрителями. Поэтому входите, делайте эти шаги, потому что нам важно вернуть подлинный золотой щит. Нам не надо медных, нам не надо подделок, нам не надо прикрываться, что у нас все хорошо и красиво. Нам надо сказать, Господь, покажи ту наготу, которую ты хочешь покрыть своей славой. Покажи нам то, что мы подмену произвели. И, допустим, когда мы говорим о системе управления, здорово, что она сегодня есть в церквях, в разных церквях, больших, маленьких. Люди говорят об этом. Но, друзья, вы знаете, для меня очень ценным и важным является то, чтобы водительство Духа Святого было в каждом человеке. И чтобы церковь была водима Духом Святым, и система управления внутри церкви, она тогда будет созидаться с самим Богом. Церковь не будет бесхребетная, она не будет без, так скажем, устройства, потому что Бог порядка и устройства. Но когда мы ищем какие-то системы в других совершенно структурах этого мира, да, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И мы видим, и там сработало, и там сработало. Может, в церкви сработает? А Господь говорит, а у меня есть для вас особенная система. У меня есть для вас система, которая связана с телом, а это 12 систем организма. И если какая-то система выпадает, вся остальная часть работает на эту систему, но организм не может тогда полноценно работать. Нужно, чтобы каждый занял свое место. Я в прошлый раз не называла систем, кроме одной костной, которую мы заговорили о сухих костях. И мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Но сейчас я хочу прочитать из апостола Павла. Ибо как тело одно, но имеет много членов, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Друзья мои, поймите, что мы носители Христа, потому что мы часть Его тела. Я хочу, чтобы у нас эта фраза не была формальной. Чтобы посмотреть на себя и сказать, Господь, а какой частью, какой клеткой, какой части системы органов я отношусь? И когда вы услышите, даже легче призвание будет свое найти, если вы увидите ту часть, которую Бог вам покажет, кого ты сегодня представляешь в его теле, или костную систему, как рукопомощь, о чем мы говорили, благотворительность, поддержка, какие-то состояния милосердия, проявленные в Божьем теле. Если ты являешься вот этой частью, структурой, то это костная система. И Господь хочет оживить сегодня. Но если ты сердечно-сосудистая система или нервная система, центральная нервная система, друзья, она не может быть без духовных даров, потому что центральная нервная система берет от головы и дает сигнал во все тело. И поэтому нам важно вернуться к понятию даров Духа Святого внутри тела Христова, потому что они есть в голове. Но насколько они сегодня полноценно работают в нашем теле? Насколько сегодня они полноценно работают в церкви? Вы знаете, кто-то скажет, ну мы как церковь еще молодая, но я с вами и соглашусь, и не соглашусь, потому что с одной стороны у нас 100-летние корни, с другой стороны мы люди, которые уже уверовали не вчера, и с третьей стороны мы, может быть, собраны и из разных мест, и даже из разных городов. Но в первые 35 дней развития плода в утробе уже все системы органов начинают быть проявленными. За первый месяц, на начале втором месяце. И поэтому я хочу сказать, друзья, у нас уже все с вами сложились шансы, чтобы начать понимать, я где нахожусь, я кем являюсь. Господь, дай мне в мои глаза света достаточно, чтобы увидеть, в уши мои того слышания, чтобы услышать. Дело в том, друзья, что когда мы смотрим на ухо, и нам кажется, что оно такое, так скажем, достаточно большое, с размером нашего тела, но оказывается внутри уха. Есть вот это во внутреннем ухе, вернее, в среднем ухе, три косточки. Кто из вас когда-то, может быть, к этому имел отношение? Три косточки – это молоточек, наковальня и стремечка, так они называются. Но что интересно, что вот эти три косточки, они как у младенца размером, так и у взрослого человека не изменяются в размере вот этот механизм. Бог заложил уже тогда, что ты будешь слышащим. Я тебе даю вот эту способность слышать с утробы меня. Вот что Бог заложил для своего народа. Овцы мои слушают мой голос. Я хочу, друзья, чтобы мы не оправдывали себя, что я уже давно хожу за, вернее, недавно хожу за Богом. Господь тебе и мне дал слуховой аппарат, чтобы его слышать. И потому Он говорит, я не хочу, чтобы ты оставался в атрофированном положении, ибо тело тогда мое не может ответить на запросы общества. Я хочу, чтобы водительство Духа Святого, даров моих, полноценно было проявлено в каждом человеке. Подмена, чтобы ушла, а вернулись золотые щиты. Помазанные Богом в его храме, вернулось то золото, которое пропущено через огонь, но которое являет и отражает небо достойно. И потому Он говорит, да, мы все разные члены, но мы одно тело во Христе. Мы один народ во Христе. Бог расположил члены каждого в составе тела Ему, как было Ему угодно. Поэтому я не могу сказать, Господь, я хочу быть ногой, а Он говорит, нет, ты будешь моим слухом. Или ты будешь способным видеть то, что я буду тебе показывать, но тебе надо будет это провозглашать. Тебе надо будет это говорить. Не всегда это комфортно, не всегда это удобно, особенно когда говорить приходятся вещи, ну, так скажем, не совсем вдохновляющие. Хотя я рекомендую и для себя, и для вас искать пути, как все-таки это преподнести, чтобы это вдохновило. Если бы все было один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не можно сказать глаз руке, ты мне не надобен, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по печеньям. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Ибо и вы тело Христово, а порознь члены. Итак, друзья, еще раз и еще вдохновляю себя и вас на то, чтобы радоваться успеху ближнего. Это тело, которое начинает процветать. Как только наш разум отказывается от анализа и сравнительных моментов, помните, когда мы говорили о сиротстве? Сиротство всегда будет сравнивать себя с другим, других с собой, потому что там есть элемент отверженности. Отцовство всегда будет радоваться развитию того, что вокруг него развивается, потому что отцовство каким-то образом влияло на появление нового, и это новое начинает развиваться. И потому Господь предлагает нам быть теми отцами и матерями, которые радуются, что дети приходят в истину, что дети начинают ценности правильные видеть, слышать, чувствовать, отличать, выбирать. И таким образом, друзья, когда мы эти чувствования в себе начинаем замечать, давайте мы их разовьем, давайте дадим им раскрыться полностью и даже, может быть, где-то сначала немножечко осознанно. Потому что когда мы переходим в привычку, образы жизни – это здорово. Мы можем уже радоваться с радующимися, потому что это стало частью нашей натуры. Но пока это придет к частью нашей личности, надо просто себя побуждать на это. Господь, я хочу научиться радоваться. Помоги мне радоваться за ближнего, что у него все сложилось, у него все получается. Я хочу радоваться, потому что в теле Твоем добавилось здравого члена, добавилось вообще здравости во взаимоотношениях. Итак, друзья, два важнейших момента для тела Христова. Первое – это связь с головой. Мы не можем прийти в полноценное функционирование, если у нас связи с головой, как у члена тела, не будет или у клеточки. Поэтому это необходимость для духовного полноценного здравия – иметь часть, соединенную с головой. И вторая часть – во взаимоскрепляющих связях между собой. Вот это две, скажем, важных ноги или два направления, которые делают нас устойчивыми, которые делают нас системно развивающимися в Боге. И поэтому он предлагает нам быть этими людьми, которые связаны с небом, которые слушают, что он говорит, и потом «иду, исполняю». Помните, «слуга» опять в русском языке это слово означает «слушаю и сразу иду делать». Господь, я хочу быть Твоим представителем. «слушаю и делаю». Если бы мы с вами знали, как много наша кровеносная система прокачивает крови в течение нашей жизни. Вы знаете, 40 километров состава железнодорожного, наполненного полностью цесерными крови – это то количество, которое за жизнь кровь, кровь, сердце перекачивает в нашем теле. За минуту от сердца все кончики нашего тела получают свежую кровь. В течение 60 секунд до кончиков пальцев доходит новая порция крови. В течение минуты 5 литров крови – солнце, сердце выкачивает или прокачивает. И вот этот организм, который так соединен, и сердце не работает на себя, сердце работает на организм. И оно переносит питательные вещества, оно переносит кислород, оно переносит то, что называется кислотой или атмосферой того, что делает нас свободными от инфекции. Потому что лейкоциты там поднимаются, как стражники. 35 миллионов лейкоцитов поднимаются на стражу в нашей крови, чтобы туда не проникло чужеродное тело. Друзья, как Бог устроил наш организм чудесным образом. Какие мы уникальны в своей сущности, когда одна рука, как я уже говорила, она вдохновила Ньютона один палец, вдохновил на то, чтобы сказать, действительно есть Бог живой. Потому что операции, которые выполняют наши руки. А помните Соломон, который сказал в этой же книге «Экклесиаста»? «Все, что может рука твоя по силам делать, делай». Потому что... А кто знает почему? Кто помнит почему? Нет. Потому что в могилу, в которую ты пойдешь, ты уже там не сможешь делать. Друзья мои, хочется все-таки нам о могиле не думать. А Господь говорит, а тот, кто знает о конце своем, то сейчас не согрешит, время не потеряет. Не потеряешь время. Ты будешь знать, у меня есть рука, и она может что-то делать. Ты можешь вязать, вяжи, потому что у нас сегодня есть возможность, елка ангела, и мы будем благословлять людей этими подарками, которые ты свяжешь. У тебя есть руки, и ты имеешь время, и ты можешь положить туда свою часть, и помолиться, и сказать, Господь, какой ребенок оденет эти варежки, или эти носки, или этот шарф, или эту шапку, он оденет, а твое помазание будет на нем. Потому что все, что может рука твоя по силам делать, делай. Друзья мои, не у всех руки действуют, а у нас они действуют. Можешь положить на больного человека и помолиться, помолись, не пройди мимо. Можешь открыть свою руку с каким-то даянием, открой. Господь имеет в виду благословлять все, что делается в Его славу и в Его честь. Да, друзья, конечно, есть и такая подмена, когда мы меняем деятельность на отношения, чтобы вот этой подмены у нас тоже не произошло. Деятельность станет тогда медным щитом. А Господь предлагает, чтобы у нас сначала были отношения, а потом дело. И тогда это золотой щит. Я благословляю себя и вас, друзья, знать об этом, помнить об этом, что Господь, предназначивший нам силу, Он предназначил нам и крепость, предназначил защиту, предназначил успех делам наших рук. И теперь я хочу еще вернуться к тому, как же все-таки наши члены тела получают заряд, получают вот эту энергию. Сначала я перечислю все системы органов, потому что я их, так скажем, в прошлый раз не перечислила, но хочу их сейчас назвать. Центральная нервная система. Я уже сказала, что это связь с главой, работа даров Духа Святого, талантов в организме церкви. Система органов дыхания. Молитвенная жизнь. Церкви. Личная молитва каждого. Молитвенные поклонения и танцы. Все, что происходит в молитвенном прославлении, это все дыхание. Это дыхание, которое нам надо всегда иметь в целостности. Система органов кровообращения. Это то, что доносится до отдельной взятой клеточки. Вы знаете, 30 миллионов клеток, если не более, миллиардов, извините, клеток в нашем организме, это как цилиндры, цилиндры в моторе. И поэтому там постоянно проходит определенная жизнь. И когда мы говорим о домашних группах, это эти цилиндры. Это маленькие цилиндры, в которых проходит своевостоятельная жизнь. И нельзя оставаться вне этой жизни. И потому, когда мы говорим вот об этой системе кровеносной, то надо включаться и в нее, и быть, даже если капилляром, но, по крайней мере, в этой системе кровеносной жить. Различные все СМИ, все, что работает на распространение живой благой вести, это тоже к системе кровообращения. По крайней мере, я так это увидела. Система органов кроветворения. Это еще одна система. Это костный мозг, в котором происходит рождение новых кровных клеточек. Получение свежих откровений. Работа пророческого дара – это кроветворный орган, друзья. Я благословляю каждого быть в этом числе тоже и посмотреть, насколько к этому имеешь отношение. Система органов пищеварения. Это то, что мы вскармливаем пришедших в церковь, не только что там людей, да. Это возможность подняться детям в семьях. Это возможность влиться в церковь тех, которые сегодня еще оказывались за этим числом спасенных людей. Поэтому это материнство, это библейская школа, это дар ученичества и учителя, и то, и другое. Эти дары необходимо в себе взгревать. Система органов мочевыделения и кожа. То здесь это, кстати, одна из систем, как и сердце, работает бесперебойно. Если только остановка происходит, то идет отравление во всем организме. Поэтому возможность проводить душепопечение, возможность помогать людям получить внутреннее исцеление, освободиться от зависимости. Это система защиты и это система выделения ядов, которые надо убирать из организма. Репродуктивная система – это все, что связано с рождением нового. И репродуктивная система – это евангелизация, альфа-курсы, это наша личная евангелизация, это различные проекты, которые, кстати, у нас тоже скоро приближается, рождественский проект, и тоже будет евангелизационным, и я вас благословляю на это. Эндокринная система – регулярная регуляция биоритма жизни. Это тоже, вижу здесь, взаимосвязь и прославление, и книги, информация, которая приходит к нам, которую мы с вами можем читать. Костно-мышечная система – я уже о ней говорила. Милосердие, благотворительность, дикания, административные дары. Лимфатическая система – это отцовство, потому что это защита. И поэтому отцовство, когда оно лишено в семье, то дети, они становятся беззащитными. Поэтому отцовство в церкви, отцовство в каждой семье, отцовство в обществе – то, чему надо подняться, это лимфатическая система. И, кстати, то мужское служение, которое у нас поднимается, я благословляю мужчин оказаться в этом служении, чтобы, если вы уже состоявшиеся отцы, помогите тем, кто туда пришел еще не таковой. И если вам нужна эта помощь, вам ее окажут. Поэтому благословляю вас вписываться вот в эти взаимоскрепляющие связи, чтобы отцовство и все, что связано с восстановлением, может быть, через исповедание, надо будет от чего-то освободиться, и это вам помогут. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело. Мы влагаем удела в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся небольшим рулем, направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело. Я думаю, что это констатация факта, который здесь Иаков говорит, о людях, которые говорили неправильные вещи. Но если он может осквернять язык, то я думаю, что будет совершенно справедливо сказать, что язык может освещать все тело. Так ведь? И давайте мы разберемся, в каком же он положении находится, почему у него такая особая честь у языка, чтобы все собою, так скажем, закрутить к жизни. Дело в том, что Бог поделился языковой речью только с человеком. И языку дал иметь причастность к пищеварению, к дыханию, к словообразованию и к способности говорить. И язык может, как носитель информации, распространять эту информацию по кровеносной системе именно потому, что вода или жидкость – носитель информации. А мы состоим на 80 с лишним процентов из воды. И поэтому, когда наш язык начинает что-то произносить, то весь организм начинает пропитываться информацией нашего языка. И обратите внимание, когда Иисус говорил, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца. И когда сойдет на вас Дух свыше, то вы примите силу и будете Мне свидетелями. И Иисус говорит. И что произошло в день Пятидесятницы? Что произошло? Господь овладел языком в своей церкви. Он дал новый язык. Он дал молитвенный язык. Я думаю, что вы уже слышали, я говорила об этом неоднократно, о том, что когда ученые стали разбираться, что происходит с мозгом во время молитвы, они обнаружили, что такое состояние мозга у них не зафиксировано. Есть бодрствование, есть сон, есть такое состояние, когда есть некоторые, может быть, уже даже отклонения, но когда молитвенное состояние, не даже назвали, это молитвенное бодрствование, потому что количество герц, которые выделяют тогда, и на которых работает мозг, слишком маленькое, а активность очень высокая. Три герца при норме 8-12 работает мозг во время молитвы. И поэтому Господь говорит, отдай мне твой язык, отдай. Если у тебя есть какая-то болезнь, друзья мои, и мы молимся на новом языке, мы получили иные языки, мы получили молитвенные языки, если есть какая-то проблема, скажи организму, а сейчас слушай, что Творец о тебе будет говорить, и пусть твой язык начнет это говорить, начнет проповедовать, потому что он в таком положении находится. Все тело освещается. Все тело освещается. Но насколько часто мы этим языком пользуемся в этом смысле? Мы используемся для коммуникации друг с другом, а для собственного тела. Это же тоже коммуникация. И мне важно своему организму говорить, будь здоров. У тебя все складывается в первозданном Божьем плане. И поэтому все системы органов работают бесперебойно. Одна помогает другой. Более того, я понимаю свою часть в теле Христовом. И я тоже член тела, который здоров, который несет функцию и передает ее дальше полноценно. Друзья мои, полноценное развитие – это взаимосвязь. Не только принимаю, но и отдаю. Не только отдаю, но и принимаю. Поэтому то, что Бог хочет, чтобы мы могли брать от другого, но и передавать от другого, то, что в его жизни призвание является сильной стороной. И радоваться тому, что у него это сильная сторона, и я могу его благословлять, еще больше в этом процветать. Но моя часть сильной стороны и призвания, она будет работать на него. Она будет благословением для него. И тогда тело Христово, оно оживет. Тогда тело Христово, оно ответит на все запросы общества. Тогда тело Христово проявит славу головы. И проявит так, что весь мир узнает. Вот она церковь, город, устроенный на вершине горы. Вот она церковь, которая сегодня красива в своих взаимоотношениях, красива в своем понимании, красива в своей цели и знания, для чего она призвана. И что она должна исполнить. Когда-то Бах сказал такие слова. Нет, извините, Бетховен. Бетховен, семь из девяти симфоний были написаны, когда он совсем оглох. О Боже! И посмотрите, что он пишет уже в результате своей жизни. О Боже! Ты видишь мою душу и знаешь, что она всегда была полна любви и желания делать добро. Мне не представляется возможным покинуть этот мир прежде, чем я совершу все, что мне дано совершить. Я хочу, чтобы это стало девизом нашей жизни, друзья. В течение этой недели, когда мы будем уже исповедовать первые 20 стихов первого послания 12 главы Коринфянам, то я хочу, чтобы мы могли говорить и о дарах духовных, и о части тела сказать, Господи, я не представляю себе возможным уйти с этой земли и не исполнить все, что ты мне предназначил исполнить. Я не представляю этого. Я хочу, чтобы это стало нашей песнью, нашей молитвой, нашим разговором с Богом. Потому что только тогда, когда вечный человек соединяется с вечным Богом, он и становится венцом и красотой его творения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok